всем привет вы на канале онлайн школы ингликс друзья посмотрев это видео вы раз и навсегда разберетесь в такой непростой теме как времена английского глагола вы узнаете сколько всего времен зачем они нужны и как их использовать и на самом деле все легче чем вы думаете я подготовил простые примеры которые помогут вам разобраться понять как изменяется глагол зависимости от времени в котором он используется и так начнем с того что в английском как и в русском прямом смысле слова всего три времени прошедшее настоящее и будущее present past future до всего три времени но что еще есть в английском так это аспект или вид глагола если говорить простыми словами помните в русском языке у нас два вида совершенный и несовершенный скажем читал это несовершенный а прочитал это совершенно вид так вот в английском есть четыре аспекта или вида simple continuous perfect continuous и они передают то как действие протекает происходит например регулярно или продолжительно или уже совершилось или продолжается некоторое время таким образом получается если мы берем время present past или future и вид simple continuous и их совмещаем получается видовременная форма но упрощая все используют слово время давайте придерживаться этого термина и вы теперь знаете что скажем present simple это настоящее простое да простое время потому что действие происходит регулярно настоящим или же например если она продолжается в прошлом это будет past continuous то есть пересечение времени и вида дает нам именно tense verb tense это видовременная форма глагола либо опять же используя более простой термин то что вы знаете это просто время глагола так вот давайте разбираться когда какое время используется и сколько их на самом деле все очень просто смотрите у нас есть три времени и четыре вида три на четыре получается 12 форм таким образом английском двенадцать времен глагола сейчас отдельно разберем подробно каждую из этих форм когда она используется как образуется и будет простой пример что вы поняли как это работает на практике итак и мы пойдем по группам сперва simple present simple настоящее простое мы используем эту форму чтобы говорить о регулярно повторяющихся действиях о том что мы делаем постоянно либо о каких-либо фактах или законах природы чтобы построить простой simple все что нам нужно это глагол в начальной форме без частицы to а если подлежащие he she или it он она она тогда к глаголу добавляется окончание с либо и с например мы ходим в спортзал три раза в неделю это регулярное действие или it gets dark it's on set на закате темнеет это закон природы следующая форма это посимпл прошедшая простое используем чтобы говорить о действиях в прошлом которые происходили и завершились чтобы построить предложение в посимпл все что нам нужно это глагол с окончания иди если он правильный либо мы используем вторую форму глагола если он неправильный например my dad built this house ten years ago мой отец построил этот дом 10 лет назад глагол to build строить неправильный мы использовали вторую форму и третье future simple будущее простое мы используем future simple чтобы говорить о спонтанных решениях которые мы принимаем момент речи чтобы образовать future simple все что нам нужно это вспомогательный глагол will и основной глагол в начальной форме без частицы to допустим the thing i will go to the cinema tonight думаю я пойду в кино сегодня вечером ребята все ли вам понятно по группе времен simple пишите в комментариях следующая группа can't news это продолженные действия и первая форма это present continuous настоящее продолженное мы его используем чтобы говорить о действиях которые происходят в момент речи о том что мы делаем прямо сейчас чтобы построить предложение в present continuous нам потребуется вспомогательный глагол to be в нужной форме то есть am is или are и основной глагол с окончанием ing например we are learning english now сейчас мы изучаем английский у нас подлежащее we поэтому вспомогательный глагол в форме are и глагол learn основной учить с окончанием ing однако друзья следует помнить что в контейнер с можно использовать не все глаголы существует такая категория глаголов как все эти версты и статичные глаголы это обычно глаголы которые передают чувство восприятие умственную деятельность то есть это не действия больше состояния и такие глаголы нельзя использовать в временах группы контейнерс например to be love like understand remember и многие другие эти глаголы не используются во времена группы контейнерс запомните это очень важно как только встречаете такой глагол вы автоматически перемещаетесь в времена группы сэмпл да нужно использовать времена группы сэмпл но никак не контейнерс ребята времена английского глагола это одна из самых объемных тем грамматики английского языка и сразу же запомнить разницу между present perfect и по сэмпл и нюансами и деталями использование всех 12 форм просто невозможно слишком много информации именно поэтому эксперты школы english приготовили для вас бесплатный гайд по всем временам английского глагола это целых 60 страниц подробного и структурированного материала в гайд входят правила образования времен простым языком и с понятными схемами списки слов маркеров которые помогут правильно выбрать время глагола яркие примеры для каждого правила с переводом переходите по ссылке под видео и скачивайте наш бесплатный гайд прямо сейчас следующая форма of continuous прошедшая продолженная используем чтобы говорить о действиях которые происходили в определенный момент в прошлом чтобы построить pass continuous нам потребуется вспомогательный глагол тебе в нужной форме возле бора и основной глагол с окончанием аэнди и стоит помнить что мы используем вспомогательный ворс если подлежащие в единственном числе а вы и соподлежащие во множественном числе например she was cooking at six pm yesterday она готовила вчера в шесть вечера и единственное число поэтому форма воз и глагол cook с окончанием аэнди также pass continuous используется когда одно длительное действие в прошлом было прервано другим действием в прошлом причем действие которое прерывает наш процесс длительность должно быть в форме pass simple то есть одно однократное разовое давайте посмотрим например when i was driving home my friend gave me a call когда я ехал домой мне позвонил друг was driving это pass continuous это длительное действие оно продолжалось в моменте а мой друг позвонил мне это просто раздался звонок это однократное действие в прошлом ребята чтобы более детально подробно разобраться в прошедших формах глагола то есть времена группы past у нас вообще есть отдельный видеоролик в описании под этим видео мы оставили ссылочку переходите смотрите видео и занимайтесь и третье время в группе континус это фьючий континус будущее продолженное мы его используем чтобы говорить о продолжительных действиях которые будут происходить в определенный момент в будущем чтобы построить предложение в фьючий континус нам потребуется вспомогательный глагол will затем второй вспомогательный глагол be он не меняется так и остается всегда be и основной глагол с окончанием а-н-г пример this time next week i'll be swimming in the sea в это время на следующей неделе я буду купаться в море вот она форма фьючий континус will be swimming ребята на самом деле конечно в этих временах еще есть дополнительные нюансы детали использования но мы фокусируемся на самой основной сути главное понять концепцию когда используется какая из этих форм пишите в комментариях все ли вам понятно а мы двигаемся дальше переходим группе perfect то есть совершенные времена frozen perfect настоящее совершенное мы его используем чтобы говорить о действиях которые уже завершились и у них есть результат настоящим чаще всего это какие-то новости или свежая информация о недавних событиях чтобы образовать present perfect нам потребуется вспомогательный глагол have либо has и основной глагол с окончанием ad если глагол правильный либо третья форма глагола если он неправильный и запомните что мы используем вспомогательный глагол have в форме has если подлежащее в третьем лице единственном числе то есть he she или it поэтому как только вы видите he she или it он она она в качестве подлежащего то помощник у нас уже будет has а не have пример my friend has just bought a new car мой друг только что купил новую машину мой друг это он это и поэтому у нас has и глагол to buy он неправильный поэтому мы использовали третью форму вот следующее past perfect прошедшее совершенное используется чтобы говорить о действиях которые произошли раньше других в прошлом для образования past perfect используем вспомогательный глагол had всегда had он не меняется и основной глагол с окончанием ad если он правильный либо третью форму если он неправильный she had already made dinner before the kids came home она уже приготовила ужин до того как дети вернулись домой то есть ее действия приготовления ужина завершилась до прихода детей до другого действия именно поэтому мы использовали past perfect и третья форма future perfect будущее совершенное future perfect используется чтобы говорить о действиях которые завершаться к определенному моменту в будущем чтобы построить предложение future perfect нам потребуется вспомогательный глагол will второй вспомогательный глагол have всегда have ничего не меняется и основной глагол с окончанием ad если он правильный либо третью форму мы используем если глагол неправильный the scientists will have finished the experiment by the end of the month ученые завершат эксперимент к концу месяца у нас есть момент времени в будущем то есть конец месяца и к этому моменту ученые уже завершат эксперимент это будущее совершенное время ребята все ли понятно по временам perfect пишите в комментариях на самом деле perfect более сложная концепция их сложнее понять вот в simple continuous там все довольно просто perfect уже начинаются обычно у людей трудности и последняя четвертая группа времен это perfect continuous совершенное продолженное present perfect continuous настоящее совершенное продолженное эта форма используется чтобы говорить о действиях которые начались в прошлом и продолжаются до сих пор либо только что завершились чтобы образовать present perfect continuous нужны два вспомогательных глагола первый have либо has и второй been и основной глагол используется с окончанием ing пример they have been watching this film for two hours они смотрят этот фильм два часа два помощника have и been и глагол watch с окончанием ing вот она форма действие продолжается уже два часа present perfect continuous следующая past perfect continuous прошедшая совершенное продолженное эта форма используется для описания длительного действия в прошлом которое происходило до другого действия в прошлом чтобы построить предложение в past perfect continuous нам потребуется два вспомогательных глагола первый had он не меняется второй been он тоже не меняется и основной глагол с окончанием ing например they have been working on the project for two years before it was finished они работали над проектом два года прежде чем он был завершён вы видите вторую часть предложения the project was finished он был закончен проект а до этого они работали уже некоторое время это и есть past perfect continuous и третья форма это future perfect continuous будущее совершенное продолженное эта форма используется чтобы сказать о действии которое начнется и будет продолжаться в течение определенного времени до конкретного момента или другого действия в будущем чтобы образовать future perfect continuous нам потребуется аж три вспомогательных глагола первый был второй have и третий been они не изменяются и основной глагол у нас используется с окончанием а энди пример she will have been learning spanish for two years by December в декабре будет уже два года как она изучает испанский то есть у нас есть декабрь он еще не наступил этот момент в будущем и ее длительное изучение испанского до декабря это как раз future perfect continuous она будет продолжительно его изучать и только к декабрю закончит этот процесс понимаете да будущее совершенное продолженное время на самом деле форма редкая но тем не менее если встретите вы должны понять о чем идет речь ребята и важный момент мы не можем использовать в обычном континьюис глагол и состояние сейте форс мы не используем в континьюис и в perfect continuous мы тоже их не можем использовать запомните understand remember like hate это все мы не употребляем во времена группы perfect continuous ребята видите все на самом деле очень просто пишите в комментариях что вам еще сложно во временах на самом деле если изучать времена именно группами скажем simple потом континьюис потом perfect perfect continuous вы смотрите на систему а когда вы смотрите на систему в целом информация легче усваивается имейте табличку с временами перед глазами регулярно на нее смотрите и вы запомните быстрее как это все работает и используется и и и и и и и и и